2145 народных проектов, 445 населенных пунктов, более 120 тысяч проголосовавших жителей. Таковы результаты инициативного бюджетирования за 8 лет. Программа стартовала в 2016 году. Начинали реализацию народных проектов шести направлений. Самых проблемных, по мнению жителей сел и городов. В первую очередь это были дороги, спортивные объекты и благоустройство территорий. В 2017 году было добавлено три направления. Агропромышленный комплекс, этнокультурное развитие народов и образование. В 2019 году добавились проекты в сфере холодного водоснабжения и был запущен проект «Народный бюджет в школе». В 2020 году было добавлено такие направления, как охрана окружающей среды и доступная среда. И в 2023 году проекты в сфере торговли. Инициативное бюджетирование – это три региональные программы. Народный бюджет, народные инициативы, инициативные проекты. В муниципалитетах на встречах с активными жителями совместно принимается решение, в какую программу целесообразно подать заявку. К примеру, в народный бюджет отбираются общественно значимые проекты, а народные инициативы направлены на решение острых проблем на местах. Третий вариант. Инициативные проекты для поддержки местных бюджетов финансируются в рамках межбюджетных транспортов. Мы понимаем, что этот инструмент очень важен. И сейчас будем рассматривать увеличение финансирования по этому направлению на 2025 год на 69 миллионов рублей. Потому что мы понимаем, что гражданам это нужно. Как правило, те, кто участвует в первом проекте, они идут и в второй, и в третий. Что называется, входят во вкус, потому что, еще раз говорю, они определяют сами. Это, так сказать, сделано, условно говоря, их руками. Поэтому, безусловно, это имеет огромный-огромный эффект. На 2024 год от Прилузского района прошли отбор 19 народных проектов. Большая часть – это ремонт дорог. Но здесь планируют за лето благоустроить и несколько территорий, сделать ремонт в учреждениях образования и культуры. Участие в народном бюджете помогает не только обустраивать территорию Прилузского района, но и организовать спортивные мероприятия. Был написан проект «Народный бюджет» по проведению культурного фестиваля «Лызь-Лун-Луздор район». И в рамках этого фестиваля у нас начали в нашем Прилузском районе проводить второй этап по лямпам, получается, по национальным видам спорта. А в Усть-Куломском районе уже завершилось голосование за объекты на 2025 год. Все сельские поселения активно отстаивали свои проекты. Люди видят, что их предложения слышат, все воплощается в жизнь. За семь лет реализовано 140 объектов. Очень важно то, что сами люди выбирают эти проекты. Есть разные примеры. Когда, например, я как глава района или глава поселения видит одно, а на собрание мы приходим, и жители голосуют совершенно за другой проект, как основной. И это обязательно учитывается и при голосовании, когда работает бюджетная комиссия. Голосование за проекты продлится до 20 июня. У жителей еще есть время определиться с объектами и предложить местным властям совместными усилиями сделать жизнь вокруг еще лучше. Татьяна Супряткина, Олег Костромин, телеканал Юрган.